Философию или какие-то психологические взгляды. Когда вы говорите о том, что, Андрей Андреевич, вы начали давать во время бесплатных вебинаров большое количество философских доктрин, которые есть на первой ступени, то я могу вам сказать, что вы ошибаетесь. И вы ошибаетесь в следующем. То, что я даю, вы уже все знали и сами. Я вообще ничего нового не придумал в своей жизни. Все это известно. Об этом писали Геродот, Авиценна, Громозорг, какие-то великие ученые, великие философы, Фрейд, Юнг, Александер и даже Ковалев. То есть кто угодно участвовал, Росси, кто угодно участвовал, у кого угодно было такое большое количество информации, которая сейчас еще и появляется во время того, когда вы в Фейсбуке находитесь или в Ютубе, там постоянно выбрасывается информация. Живи одним днем, будь счастлив. Вот там какие-то притчи, знаете, там раздражало много бабочек, но отвлекся от всех бабочек, они стали просто настоящими листочками. Измени свое... Или там волка можно кормить, или с волком нужно бороться. Чем больше волку убьешь, тем больше появится. Или там... А он ее перенес через воду, и после этого второй монах на него обиделся. А потом они пришли. Один монах говорит, ты не должен был ее перенести. Он говорит, зачем ты ее перенес. А второй говорит, я ее перенес за 10 секунд, а ты ее до сих пор носишь и так далее. Вот этих притчих очень много, знаете. И вы их читали. Вы читали высказывания большого количества умных людей. Но вы же это читали, и где же это все делось? Тогда почему оно никак не повоздействовало? Ведь тысячу раз человек читал о том, что необходимо радоваться, необходимо не тянуть из прошлого какие-то идеи, необходимо жить настоящим временем. Тысячу раз каждый читал. Но доходит только у Дуйко. А почему здесь вмешивается эзотерика? И здравый смысл. Почему? Потому что недостаточно сказать. Нужно еще и объяснить, нужно еще к этому плавно подвести и дать доказательство, что так будет легче. Понимаете? И это уже называется научить. А вы это все знали и так. Поэтому, когда вы говорите, допустим, ну там люди говорят, вы не говорите, а там какие-то люди говорят. Эта вся философия, она есть во всех ваших вебинарах. Но вебинаров на сегодняшний день выложено 2,5 или 3,5 тысячи часов. Это что сейчас человек должен вместо первой ступени просмотреть 3,5 тысячи часов? Тогда что лучше для человека все-таки? Первую ступень закончить или 3,5 тысячи часов смотреть? Конечно, первую ступень, чем 3,5 тысячи часов. Это везде есть. Так человеку некогда, у него времени нет. Помните, я говорил о концепции абсолютно богатого человека? Хотите ее? Повторю еще раз. Концепция абсолютно богатого человека это четвер... Это прима, секунда, терция, кварта. Это квартернион и трио. Что это такое? Это я умею считать на итальянском, видите? Это квартернион и трио, или триада. Триада заключается вот в чем. Триада заключается вот в чем. Когда я не работаю, или когда я не предпринимаю, я обучаюсь. Когда я не предпринимаю и не обучаюсь, то что я делаю? Отдыхаю. Отдыхаю. Поэтому триада в моей жизни, она присутствует. Если я не работаю, то я обучаюсь. Если я не обучаюсь, то я работаю. Если мне не хочется ни работать, ни обучаться, я тогда отдыхаю и нахожу возможности отдыха. Разумно это? А у нас как делают люди? Они отдыхают. После этого давай, давай, предпринимай что-нибудь. Хорошо, я буду предпринимать, но буду отдыхать при этом. То есть я посмотрю YouTube, я полистаю какие-то страницы. После этого ну давай, предпринимай что-нибудь. И дальше начинается. Я не могу. Почему? В этой стране очень плохо. Невозможно ничего сделать. Для того, чтобы выращивать грибы, нужно сначала купить грибы. А чтобы купить грибы, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужно грибы продать. А для того, чтобы грибы продать, их нужно вырастить. А чтобы вырастить грибы, нужны деньги. А для того, чтобы деньги заработать, нужно грибы вырастить. А для того, чтобы их вырастить, нужно грибы продать. А чтобы продать грибы, нужно вырастить. А чтобы их вырастить, нужны деньги. а чтобы деньги заработать нужно грибы посеять и как бы у человека появляется такой замкнутый круг который приводит к апатии не после этого человек говорит я не знаю у меня апатия я не знаю за что браться за что хвататься выход из апатичной ситуации выглядит так